Всем привет! Меня зовут Вартануш Мирошниченко, я руководитель учебного центра Wow Woman Studio в Одессе. В этом видео я научу вас делать леопардовый принт. Смотрите! Для покрытия ногтей мы будем использовать базу Strong Fox. Покрываем тонким слоем ногтевую пластину, не заходя сильно глубоко под кутикулу, иначе база будет затекать, пока вы будете ее выравнивать. Поворачиваем ноготь и уголком кисточки прокрашиваем ровную линию к боку ногтя. Поворачиваем ноготь и повторяем то же самое. После этого мы набираем на кисточку больше материала, ставим каплю и распределяем по всей ногтевой пластине. Легкими смахивающими движениями. Внимательно просматриваем заполнение с боковых сторон. Следим за бликом. Его наличие свидетельствует нам о ровности ногтевой пластины. Все проверили и отправляем в лампу. Мы покрыли ногти шоколадным цветом и матовым топом, и сейчас приступим к дизайну. Покрываем ногти бежевым цветом для дальнейшего рисунка. Делаем тонкий контур черной гель-краской. Проходим все тонкой линией под кутикулой. Делаем внешний четкий контур. Внутренний у нас может быть не такой ровный, так как у нас будет растяжка вовнутрь. Оттягиваем в боковую сторону и ставим кисточку параллельно и протягиваем ровную линию вниз. Стараемся полностью уложить кисть на ногтевую пластину. Вот наш промежуточный результат. Теперь мы начинаем затемнять поверхность ногтя со стороны кутикулы. Делаем из кисточки такую плоскую грабельку. Вот таким образом. Ставим ее параллельно ногтю и начинаем растягивать мокрый гель-лак легкими движениями вниз. Если мало, мы добавляем немножко. Это разбавленный черный гель-лак с топом. Растянули и сушим. Другой край ногтя осветляем полупрозрачным белым, размешанным с топом. Прокрашиваем небольшую часть, переворачиваем ручку. И растягиваем легкими движениями вниз. Кисточку держим параллельно ногтевой пластине. Нажим у нас небольшой, при необходимости добавляем. Растягиваем на черный, не заходим. Болотный эффект. Но потом, под пятнышком это скроется, будет очень красивое оттенение. Мы визуально рисуем себе круг и окружаем такими губками. И в некоторых местах утолщаем. То есть они у нас должны быть такие небрежные, не четко нарисованы. Где-то тоньше, где-то толще. Тут у нас как шапочка такая получается. И пятнышки у нас могут быть разные по строению. Обязательно они должны быть разного размера. Где-то можно нарисовать три части этого пятнышка. Вытянули. Где-то половинку какую-то. И заполняем пространство. Сначала мы рисуем самые крупные детали. После этого будем зарисовывать все уже более мелкими. Ни в коем случае не начинайте рисовать дизайн с мелких деталей. Иначе вы потом просто не поместите крупные пятнышки. В зоне там, где у нас затемнение, мы тоже прорисовываем пятнышки. Обязательно обводка вся должна быть плотная. Без рваных линий. И начинаем заполнять уже более маленькими заполненными пятнышками. Они у нас должны быть в нечеткой форме. Тогда это будет более живой рисунок. Не старайтесь только ставить их слишком близко к друг дружке, иначе будет очень налятосто. И после этого мы уже завершаем наши пятнышки такими маленькими точечками. Теперь берем белую велькраску и прорисовываем белые шерстинки тонкими короткими линиями вокруг пятнышек, снизу. Там, где у нас белое оттенение. Линии должны быть тоненькие. И небрежные. Прорисовываем до серединки, но у вас не должно быть здесь ровной линии. То есть у вас должно быть окончание по диагонали. Ни в коем случае не должно быть нигде слишком большого оттолщения, иначе будет какое-то пятно белое в ногте. И стараемся не заходить на наш черный контур. Пятнышки в серединке не заходим, только вокруг. И затеняем слегка в серединке пятнышек. Коричневым гель-лаком, добавленным стопом. Перекрываем весь дизайн топом. Наносим тонкий слой. Заходим под кутикулу. Прокрашиваем уголком кисточки боковую сторону. Оттягивая валик. Провернули руку и прокрасили. Обратите внимание, что я поворачиваю палец, а не поворачиваюсь сама. Это очень важно для того, чтобы прокрасить полностью всю поверхность. Палец клиента постоянно прокручиваем. И выравниваем поверхность. Ставим небольшую капельку недалеко от кутикулы. И мягкими движениями притягиваем вниз. Выравниваем всю поверхность и следим за бликом. Не забываем о боковых сторонах. Топ мы можем переворачивать смело, не боясь, что материал уйдет с боковых сторон. Переворачиваем на несколько секунд, потому что он очень жидкий, в отличие от базы. Следим за бликом и ставим лампу. После снятия липкости с топа мы наносим масло на кутикулу. Стараемся не сильно попадать на матовый топ, так как мы будем его протирать после того, как вытром масло. Масло у нас нейтрализует воздействие веществ, которые попадают на кожу. Липкий слой, клинсер и тому подобное. Вот наш результат. Леопард бывает очень разным. Его можно нарисовать более примитивным. Он тоже будет очень круто смотреться. Здесь мы оттеняли, и за счет этого он смотрится у нас объемным. Как будто у нас бежит леопард на пальцах у Даши. Продолжение следует...